О странном исчезновении женщины и двух ее сыновей правоохранительные органы сообщили члены религиозной организации «Свидетели и Еговы», в которой она состояла. По словам представителей организации, женщина никогда не пропускала собраний. Возбудили уголовное дело и уже на первых порах расследования выяснилось, что у женщины была дочь, которая исчезла чуть раньше. После проведения оперативно-розыскных и следственных действий в 2016 году по уголовному делу задержали пять человек, в числе которых оказался зять пропавшей женщины, муж ее исчезнувшей и немногим ранее дочери. В ходе допросов правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. По версии следователей, в 2008 году обвиняемый занимался ремонтом квартир и во время одного из заказов познакомился с девушкой, которая довольно скоро стала его женой. Он убедил ее в том, что занимается выгодным бизнесом, но ему нужны деньги. Девушка продала свою квартиру и отдала возлюбленному 5 миллионов рублей. Когда у женщины появились проблемы с финансами и ей потребовались средства для платы за арендную квартиру, она стала предъявлять мужу претензии. На одной из подобных встреч мужчина застрелил ее из пистолета. А чтобы скрыть следы своего преступления, уложил тело в чемодан, вывез его в Рязанскую область, где у него был участок и сжег в бочке из-под мусора. После этого преступник обратился к теще, которая тогда проживала в трехкомнатной квартире с двумя сыновьями. Обвиняемому удалось убедить тещу оформить на него доверенность и продать ее квартиру. А когда женщина поняла, что квартира ей больше не принадлежит и обратилась за помощью к членам религиозной группировки, в которую входила, ее зять понял, что все преступления могут быть разоблачены. Он нашел мужчину, который страдал от алкоголизма и попросил его убить свою тещу, а также ее старшего сына. Наемник выполнил просьбу, а преступник вывез с села тещи ее старшего сына в Рязанскую область в чемодане и сжег их, как и свою супругу. Младшего сына убили чуть позже. На след предполагаемого убийцы правоохранители вышли благодаря тому, что он сохранил пистолет, из которого убил жену и ее младшего брата. Сам подозреваемый на допросе рассказал, что оставил пистолет, потому что у него не было так много денег, чтобы покупать новое оружие и выбрасывать старое. В настоящее время расследование практически завершено. Очень скоро состоится суд. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить пожизненное заключение.